МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда мирового профессионального бокса и неоднократный чемпион мира американец Рой Джонс в Москву приезжает не один. Это моя вторая жена. После его первого визита в столицу проходит 25 лет, и сегодня в гости к русским приезжает уже совсем другой человек. Когда-то я хотел биться со всеми в США и в других странах. Приезжал как-то к вам, уже не помню, с кем был бой. А сейчас я приехал, потому что у вас здесь меня любят. И победа в Москве будет для меня хорошим знаком. Для всех присутствующих на встрече с Роем Джонсом он, кроме того, что боксер, еще и настоящая икона стиля. Я думаю, что огромное количество людей начали заниматься боксом, увлекаться благодаря ему, потому что это настоящий мастер, а это он очень красиво делает. Хочется пойти в зал, глядя на него. Научиться так, как боксирует Рой Джонс, это годы, это талант, это что-то нереальное. Считали, что он не человек, это инопланетянин, который не маскируется. Это такие сумасшедшие, такие потрясающие бои. О нем говорят. Он талантлив во всем, снимается в фильмах, сам пишет музыку и тексты, как рэпер прогремел на весь мир с песней «Can be touched». Между музыкой и боксом можно провести параллель. Музыка говорит о том, что ты можешь сделать, а бокс тебя усовершенствует. Перед боем я всегда слушаю свои песни, это отличная мотивация. Впереди у Роя бой с российским спортсменом Денисом Лебедевым. Профессионалы говорят, здесь не нужны прогнозы, кто выиграет. Ринг все покажет. И уже 21 мая. Владимир Стражук, Алексей Широков. Про новости.